господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер пятьсот девяносто восемь события дня евангелия тяна 20 глава 31 стих сие же написано дабы вы уверовали что иисус есть христос сын божий и веру имели жизнь во имя его за 2 августа 2017 года вот пришлось два дня назад работать забивать кувалдой свая выкручена у меня руках давних времен органы потрудились опять воспалилась ложку держать не могу перекреститься рука не дает возможность на сегодня ночью вроде чуть-чуть полегче на на лещином коне далеко не уедешь говорят до обеда старые доски освобождал от гвоздей а потом с детьми пошли на самонный тому черемуха большая сначала здесь были братья кололи у романа малыша дрова потом огород чеснок убрали горох вот а я здесь сидел выправлял гвозди после обеда сколько набрал смотрел на ласточек удивлялся какая птичка их много очень много вывелось и они на крыше у нас видимо крыша прямые лучи перпендикулярно попадает шифер нагревается я не сидят молодняк один молодняк но и много береговушек серенький как ворубышки одновременно срывается и улетают и опять вот снуют в воздухе вот как будто бы веет ногу мне пыль столько много их вот какая птичка интересная или пользы никакой нет а другой птицы что на аист ну какая от аиста польза или вред вред то что ворует ворона там сорока все растаскивает за сороку даже за ножки и и платили патронами а ласточка наоборот помогает человеку избавляться от мошек я не знаю другую такую которая никак бы не вредила воробей залазит ворует клюет которая не ему предназначалась от цепушек цыплят все поедает подсолнышки все шелушит от любой птицы вот везде какой-то недостаток даже или вред а вот ласточка только добро про ласточку написано священном писание алтаре твои господи защита тут у нас она прямо на алтаре икона на сверху из сиделся и смотрел работать рука не дает возможности поразмышлял посмотрел вчера поговорил алексей доставать щебень говорили 750 рублей а тут уже девятьсот пятьдесят тонна и привозят как правило всегда меньше и за подвозку от ребриха недалекой километры набрасывает 4000 а мне надо 3 4 по 15 тонн много надо денег еще а по-другому на полпути брошенные уже разглаженный песок надо засыпать будет сегодня сказали аномалия как бы больше 30 градусов жары а для нас как раз все ранее могли заказать потому что после дождя дорога непроходимая какие события мирового характера живем в отдалении и все равно покоя людям нет от нас некоторым заходят на наши ресурсы и ругаются не такие мы как они а у них ничего нет я загляну другой раз нет пустое место там разные разные чужие фотографии там по нам это показываем жизни жизнь по-своему интересная нам пишут об этом вот наши ресурсы показать надо вот первое это мой мир вот сколько выставил сегодня это выставлено будет с нашего канала далее наш видеофорума 300 человек в день заходит 300 я нахожусь деревне работает тысяча шестьсот тем мы большое видео канал просмотров у нас 7 миллионов 69 тысяч маленько смотрят и 7410 подписчиков вот сегодня 10 роликов выставил посмотрю утренние работы больше всех почему-то батюшкин барашек напоминает на безвинную жертву посещаемость вот так и еще наш библейский православный сайт здесь много вопросов 4124 ответы и ответы даются по папкам разложено кто что писал сегодня не публикую смотри даже руку трудно держать на мышке но выключен еще что делаешь можно тишется маленькие мы возьмем сейчас из внутреннего мира человека беру буквально по 1 вопросу вопрос 34948 28 том открытым оком если вам пришлось быть близко знаком лично с высоцким то смогли ли вы помочь ему избавиться от пьянства и такой талант был бы еще долго на пользу людям ответ как говорил я не бог тебе не помогут если ты сам себе не поможешь с пьянством можно бороться по-разному один из способов борьбы рассказать правду о трагической жизни человека погибшего от пьянства и особенно сильное впечатление этот рассказ производит если этот человек любимец всего народа федор розаков написавший большую 500 страничную книгу название владимир высоцкий полезию бритвы вышедший в прошлом году главной ее темой сделал пьянство поэта вернее как он пишет предисловие собрава владимир высоцком массу всевозможных устного и печатного материала я старался понять почему так сильно пил чего не хватало ему в жизни почему из молодого человека когда-то принявшим компанию стакан вина получился законченный алкоголик никто не гибнет зря так лучше чем от водки и от простуд так пел владимир высоцкий за 14 лет до своей смерти он не желал себе гибели от водки но все равно пил с каждым годом уходя в пике все сильнее и сильнее ответ на заданные предисловия вопросы может свести к нескольким пунктам причина пьянства была отягощенная наследственность ранее знакомство с зельем с 13 лет тяжелая семейная обстановка в детстве не сложившие отношения с отчимом социальная несправедливость неудачи в личной жизни то есть ничего оригинального миллионы людей на земле живут с теми же проблемами но не все из них становятся алкоголиками хотя многие становятся на наш взгляд гораздо ближе к полному ответу на вопрос о причинах пьянства высоцкого подводят параллели разбросаны по всей книге судьба высоцкого ставится в ряд судеб других известных талантливейших русских советских и зарубежных писателей актеров музыкантов сергей есенин александр твардовский александр падеев михаил шолохов геннадий шпаликов николай рубцов джек лондон эрнест хемингуэй джон леннон роберт бернс страшный список страдавших от веселого убийца алкоголя можно было бы и продолжить но все-таки сравнивая нашу отечественную американскую литературу розака вытешает читателей вообще чуть не вся американская литература создана алкоголиками из 6 американских писателей нобелевских лауреатов по литературе трое льюис юо и винил фолкнер в течение длительных периодов жизни были запойными пьяницами-алкоголиками двое из лауреатов хемингуэй и стендбек тоже много пили наши писатели нобелевских лауреатов пьяницами не были но повторимся все-таки многие русские писатели были и по сей день являются сильно зависимыми от спиртного такую же книгу как о высоцком с подробными описаниями пьяных срывов и их последствий увеличившиеся год от года зависимость от алкогольной наркотизации можно было бы написать о других наших писателях самое распространенное сравнение сравнение высоцкого с есениным справедливо написал один из критиков у каждого из них был свой черный человек то есть дьявол и что очень важно это кстати отличает высоцкого от многих пьяных знаменитостей и грубо говорят собутыльников он видел и знал о существовании этого черного человека во мне два я два полюса планеты два разных человека два врага я борюсь давлю в себе мерзавца участь беспокойная моя боюсь ошибки может оказаться что я давлю не то второе я искореню похоронил зарою очищать ничего не скрою я не чуждо это я мое второе нет это не мое второе я это раздвоенность проявлялась постоянно справиться с ней высоцкого не хватало сил показательный разговор высоцкого с лечащим врачом михаилом буяновым который приводится в книге раз закова вы поете о романтике о силе воли о товарищести вот на деле и покажите себя а то в песнях вы одно а в жизни совсем другое вы говорите не как врач врачи всегда соглашаются а вы со мной спорите видите ли пьянство и наркомания это не аппендицит или инфаркт который мало зависит от воли человека пьянство следствие свободы выбора человек совершенно осознательно приобщается к этому пороку и расстается с ним по собственной воле не случайно наибольшую помощь подобной публике оказывает не медики а священники психиатрии главное оружие врача его личность если личность лекаря сильнее личности пьяницы и лекарь удается отговорить от такого образа жизни которым стержнем является водка то вовсе не важно кто по профессии этот лекарь если человек не намерен избавиться своего порока никто не может сделать это помимо его воли так выходит я не больной человек вы больной больной вытекает из вашего образа жизни который вы выбрали но и вся страна пьет а среди актеров половина алкаши и вся страна пьет кто-то и работает на то высоцкий ничего не ответил больше они не виделись биография разакова рассказывается о том что в жизни высоцкого были периоды когда он активно сопротивлялся своему черному человеку тогда он ненавидел пьянца вообще этот праведный гнев держал его вдали от рюмки и надо сказать те периоды борьбы борьба была более результативной чем тогда когда он подшивался во время принудительного лечения его стали посещать мысли о самоубийстве устал бороться с притяжением земли лежу так дальше расстояние до петли и и сердце дергается словно не во мне пора туда где только не и только не и гаразаха очень нужна для русских людей книга жизнь и судьба высоцкого у нас всегда романтизировалась мы любили и любим его песни и мы привыкли считать его жертвой режима привыкли думать и говорить он не мог выдержать той лжи которая царила вокруг его не понимали его травили потому он и пил он в этом не виноват и сами мы не замечаем что из такого рассуждения можно сделать общезначимый вывод когда не понимает когда клевещет когда времена трудно не грешно и выпить расслабиться иначе нервная система не справится с нагрузкой судьба высоцкого рассказанная розаковым доказывает чем больше уступая желанию расслабиться тем страшнее становится зависимость от черного человека и даже сильный с бойцовским характером пьяница не может сам справиться со своим страшным противником реалистический а не романтический взгляд на поэзию и судьбу высоцкого заставляет проводить черту между божьим даром которым он был наделен и греховной жизнью которая зачастую находила отражение и в песнях так что далеко не все написанное высоцким можно считать и петь без повреждения души имея в виду прежде всего его блатные и пьяные песни тем более те которые записаны были на пленку во время пьяного застолья считая биографию высоцкого невольно вспоминаешь слова старца в арсенофии старца нектаре оптинских о наших писателях у них на душе всегда кошки скребут и без этого нельзя можно приобрести славу всего мира а души свою потерять эти старцы особенно часто напоминавшие своим духовным чадом о судьбах наших писателей говорили что гению спастись труднее всего у него больше искушений чем у простого человека на него больше воюет черный человек спасти гения могут только глубокое покаяние старцы всегда ставили в пример достоевского и молитва молился ли кто-нибудь за высоцкого при жизни молился ли он сам каялся ли журналистское расследование ведущего канала культуры дмитрия менделеева доказало что высоцкий был крещен в его последних стихах немало покаянных нот памяти о смерти он знал что он обречен и о боге как много например значит строчках купола в россии кроя чистым золотом чтобы чаще их господь замечал в последних стихах ясно и четко говорится о том что поэта ждет небесный судья перед которым в скором времени ему придется предстать но нет у нас никаких свидетельств о том что высоцкий прибегал к церковным таинствам о том что он хотя бы изредка заходил в храм хотя это могло быть тайной души и бога не было в окружении высоцкого верующих людей были ли молитвенники это вызывает большое больше всего сомнение со своим страшным врагом который в конце концов стал его убийцей высоцкий постоянно оказывался наедине о том что его мучения достигли в конце жизни пределов человеческого терпения говорится в одном из последних стихотворений которое начинается со строки и снизу лед и сверху маясь между уже при жизни высоцкий вкусил адские муки и он даже и в песнях кричал об этом он как бы предупреждал своей судьбой люди не ходите по этим дорогам они кончаются мучительной смертью еще при жизни фотографии высоцкого последних лет одна из них на обложке книги Розакова последние видеозаписи заставляют внутренне содрогнуться такой запредельный надрыв мучения отчаяние сквозит в этом взгляде спасите наши души мы гибнем от удушья дошло ли это предупреждение как и прежде предупреждение другого великого поэта которого любил высоцкий не таюся перед вами посмотрите на меня я стою среди пожарища обожженные языками преисподнего огня Александр Блок по всей видимости нет в книге Розакова справедливо говорится о том что переменить ситуацию с пьянством в России можно только на государственном уровне на западе где ко всему относятся практично прекрасно понимают какой колоссальный вред общество наносит пьянство вкладывает немалые деньги в антиалкогольную кампанию многие знаменитости запада преоболевшие когда то этой болезнью теперь открыто пропагандируют трезвый образ жизни и призывают к этому и тех своих коллег кто еще не успел одуматься в нашей больной стране пока этого нет доживем ли мы до тех времен когда ситуация переменится Бог весть а об одной из жертв последней войны которая много десятилетий совершается на нашей земле в том числе при помощи водки наркотиков и куре во Владимире Высоцком теперь есть кому помолиться слава Богу есть теперь те кто просит у Господа простить его при грешении вольное и невольное и нас помиловать и спасти неемея первое 9 когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их то хотя бы вы изданы были на край неба и оттуда соберу вас и приведу вас на место которое избрал я чтобы во дворе там имя мое Исайя 44.22 и сглажу беззакония твои как туман и грехи твои как облако обратись ко мне ибо я искупил тебя Иаиле 2.12 но и ныне еще говорит Господь обратитесь ко мне всем сердцем своим и в посте в плаче и рыдании Амоз 4.9.11 я поражал вас ржою и блеклостью хлеба а множеством садов ваших виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожарала гусеница и при всем том вы не обратились ко мне говорит Господь Захарий 1.3 обратитесь ко мне говорит Господь Савов я обращусь к вам говорит Господь Савов три паренька по переулку играли будто бы в футбол туда-сюда гоняли булку и забивали ею гол шел мимо незнакомый дядя остановился и вздохнул и на ребят почти не глядя к той булке руку протянул потом наступившись сердито он долго пыль с нее сдувал и вдруг спокойно и открыто при всех ее поцеловал вы кто такой спросили дети забыв на время про футбол я пекарь человек ответил и с булкой медленно ушел и это слово пахло хлебом и той особенной с теплотой которые налиты под небом моря пшенистый золотой Сергей Михалков вот так ну на этом сегодня все то есть вот это вот